Держать нос по ветру даже при большом желании не получится у тех, кто страдает сезонной аллергией или, другими словами, полинозом. Самих аллергенов в природе очень много, потому и проявлений болезни не меньше. Кожные признаки – симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта и дыхательной системы. Слезотечение, насморк, немотивированный кашель, чаще сухой кашель, приступообразный. Могут быть проявления на коже в виде появления пятен по типу крапивницы, сопровождающихся зудом. Могут быть также проявления со стороны желудочно-кишечного тракта в виде тошноты, рвоты и мотивированных болей в животе. Пыльца березы и ольхи считаются самым опасным аллергеном сегодня. Летом аллергия может появиться на растения, осенью на злаковые культуры при включении их в пищу или в дыхание пыльцы. Словом, если аллергены начали атаковать организм, сама по себе болезнь не исчезнет. Первое правило в борьбе с сезонным недугом – минимизировать контакт с аллергенами. Аллергия лечится, но правильно поставить нужно диагноз. Чтобы правильно поставить, это надо собрать анамнез, оценить клинику заболевания. Ну и есть диагностика аллергии. Это проводятся кожные пробы. В центральной городской поликлинике номер 6 есть врач-аллерголог. При необходимости врач-терапевт участковый или врач общей практики может направить пациента на консультацию к аллергологу. При всем многообразии в городской аптечной сети антигистаминных препаратов, спреев, капель, таблеток, принимать их без назначения врача не рекомендуется. Ведь коварность аллергии в том, что ее с легкостью можно спутать с простудными, инфекционными и вирусными заболеваниями. Для начала нужно определить точный диагноз, а затем важно установить, какие именно препараты подойдут вам, чтобы обычный кашель или насморк не переросли в более серьезные последствия.